Машина изъята как вещественное доказательство. Именно на ней подсудимый приехал на автомойку. При этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники мойки сразу вызвали ГИБДД. Свидетели отмечают, что нарушитель вел себя вызывающе и сопротивлялся при аресте. Сейчас мужчина на скамье подсудимых. Его обвиняют по статье 264 Уголовного кодекса. Прошу суд в соответствии с статьей 660 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания и учесть характер степени общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание, отсутствие отягчающих наказания. Сам подсудимый вину признает. Более того, во время следствия он активно помогал в проведении расследования. Ну, раскаивались, что так совершил. Больше пред не повторится такого. Все. Адвокату возражать сложно, ведь нарушение снято на видео. Единственная просьба – учесть смягчающие обстоятельства. Мой подзащитный ранник уголовной ответственности не привлекался, но учет в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит. И назначить ему минимально возможное наказание предусмотрены санкции данной статьи. Страна обвинения просит назначить наказание в виде 200 часов обязательных работ и на два года лишить нарушителя права управления транспортным средством. Суд просьбу удовлетворил в полном объеме. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».